Привет всем! Основная функция бензонасоса Топливного насоса это перекачка бензина или дизеля в нужном давлении из топливного бака в двигатель. Неисправность топливного насоса приводит к серьезным последствиям. Двигатель вообще не заведется или если нужным давлением не подается топливо в двигателе, тогда двигатель будет раить, будет провалив, рывки при нажатии на педаль газа и так далее. Топливные насосы делятся на электрические и механические. Практически все современные новые автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этом видео речь пойдет о признаках, симптомах и неисправности в электротопливных насосах, как определить причину и как вылечить. Сейчас я перечислю симптомы неисправности топливного насоса. Автомобиль не заводится или заводится с трудом и часто глохнет. Отсутствие характерного шума при работе топливного насоса. Двигатель троит. Наблюдается провалив рывки при нажатии на педаль газа. Посторонние шумы в работе двигателя. Падение мощности двигателя. Двигателю не хватает тяги при резком ускорении. Двигателю не хватает тяги на низких оборотах. Теперь обратим внимание на два вещи. Первое. Если у нас машина более или менее новая и не антикварный, значит бензонасос на нем электрический. Значит электричество в любой момент может выйти из строя и машина вообще не заведется. Второе. Если машина заводится, но двигатель начинает троит, тогда тут причиной может быть не только электричество, но и другие факторы. Давайте сейчас включим мозги и коротко разберемся в этих двух примерах. Первое. Если машина вообще не заводится, с большой вероятностью причина электричества. Посмотрим на электрическую схему подачи топлива. И она практически на всех машинах одинаковая. Тут сразу видно, что если машина не заводится, значит причиной могут быть сам двигатель бензонасоса, реле бензонасоса, предохранитель топливого насоса или проволока. Когда в ключи вставляем и открываем зажигание, в салоне слышно, как двигатель бензонасоса начинает жужжаться и запрессовывает бензин двигателя. В некоторых машинах, например, на ТЦ, когда двери с водительской стороны открываете двигатель, бензонасоса тогда начинает жужжаться и запрессовывает бензин двигателя. Если не слышно и не гудит двигатель топливого насоса, тогда, конечно, машина не заведется, потому что в двигателе нет бензина или прорвана электрическая цепь. Некоторые после этого сразу начинают вынимать из боков бензонасоса и начинают разбираться. Но до этого советую снять шлейф и проверить с мультиметром или с помощью лампочки доходы для ток до бензонасоса. Когда вставляем ключ в зажигание и открываем ее, лампочка должна загореться всего на 2-3 секунды. А если начинаем крутить стартер, тогда лампочка должна постоянно гореть. Если это так, тогда до бензонасоса электричеством все в порядке. Если до шлейфа ток не доходит, тогда нужно перепроверить предохранитель. Пользуясь инструкцией по эксплуатации авто, отыщите номер предохранителя, защищающего цепь питания насоса. Попробуйте его заменить. Если все в порядке, тогда нужно реле бензонасоса перепроверить. Реле можно на Алиэкспресс дешево подобрать. Ссылка будет внизу. Будьте осторожны и соблюдайте технику безопасности. Если крышка бензонасоса открыт, маленькая искра может вызвать самые плачевные результаты. Если до шлейфа ток доходит нормально, тогда уже нужно снимать бензонасос и проверить электродвигатель бензонасоса. Иногда помогает постукивание на двигатель бензонасоса. Там внутри пропадает контакт. А иногда вообще нужно меняться. Пила у меня такой случай, когда постукивание помогло, и оно потом работало исправно. На ютубе много видео, как для конкретной машины достать бензонасос из бака. И я не буду останавливаться подробно на эту тему. Когда достанем бензонасос, ее тоже можно проверить на аккумуляторе. Будет или нет крутиться. Для этого подсоединяем проводки на контакты электродвигателя и подключаем на клемм аккумулятора. Бензонасосы можно дешево подобрать и купить на Алиэкспресс для разных марок автомобилей. Некоторые двигатели бензонасоса подходят для разных марок автомобилей. Иногда есть различия, но умельцы переделивают, добавляют уплотнение, чтобы размер диаметра подошел и так далее. Главное, чтобы насос в системе создавал нужное давление. Мы уже говорили, что неисправность в данном случае бывает двух видов. Не работает топливный насос вообще или не выдает нужное давление. В первом случае неисправность можно узнать даже на слух, так как движок не будет крутиться и не будет выдавать звук при включении зажигания. Сейчас коротко поговорим, когда двигатель колбасит и начинает троить. В этом случае часто виноват не сам бензонасос, а в системе изменится какая-то неисправность. Принципиальная схема бензоподачи для всех автомобилей, даже для дизелей, почти одинаковая и они выглядят так, как на этом рисунке. Запомните этот схему визуально или сохраните этот видео. Зная вот эти два простые схемы, с большой вероятностью даже вы без помощи специалиста сможете разобраться в неисправности топливоподавшей системе вашего автомобиля. Во втором случае, когда колбасит ваш двигатель, нужно знать, как проверить давление бензонасоса. Здесь нужно использовать специальный манометр. Лучший способ выявить неисправность бензонасоса снять саммер прямо на выходном штуцере около бензобака. Если манометр покажет 5 пар, агрегат исправлен и, наверное, нужно менять регулятор давления топлива, который спрасывает в бак избыточное горючего, или нужно будет менять фильтры. Если тут давление низкое, значит проблема в бензонасосе. Топливный насос не подсасывает топливо и не может отправить в систему нужным давлением. Причина этого поможет изношенный движок бензонасоса или засоренный фильтр, который находится около бензонасоса в баке. Не исключено, что в баке попала вода. Такое тоже часто бывает. Нужно будет снять крышку и тщательно исследовать и понаблюдать фонариком внутри топлива. Нет ли внутри бака что-то подозрительное? Проблемы при запуске и работе двигателя не всегда связаны с топливным насосом. Иногда признаки поломки бензонасоса такие же, как при неисправности регулятора давления топлива, форсунок или шиклеров, свечей и высоковольтной проводки. Даже опытные специалисты, которые наизусть знают все признаки умирающего насоса, не смогут с первого раза однозначно определить тип причины поломки и необходимо поочередно проверить все потенциально неисправные узли. При этом бензонасос обычно проверяется в первую очередь. Был даже такой случай, как-то несколько раз перепроверили все, заменили все датчики, детали и тому подобное связанные с топливоподачей. Но потом оказалось, что причиной троения и неравномерной работы двигателя была лямбда-зонд. Как только заманили лямбда-зонд, все проблемы были исчерпаны. Так что, друзья, прощаюсь с вами. Может, это видео кому-то поможет и будет полезно. Прошу поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться в соцсетях. Каждый ваш клик важен для развития и продвижения этого канала. Спасибо всем за просмотр.